Добрый вечер, это программа «Археология», как всегда по понедельникам «Археология Форбс». Сегодня мой соведущий, шеф-редактор сайта Forbes.ru Роман Баданин. Добрый вечер. Ну и хотим мы поговорить об эпидемии, об эпидемии, которая уже несколько месяцев бушует на наших улицах, на страницах наших газет и в наших умах. Эпидемия запретов. Запрет ругаться матом, запрет показывать в определенное время мультфильмы, передачи скоромного содержания. Запрет, вот, кстати, из последнего, сейчас у нас проводится запрет на употребление алкоголя, купленного в Тьюти Фри, в самолетах. Запрет на... Что еще у нас? Недавнее запрещали. Вот недавно, я это, кстати, для себя только открыл, оказывается, существует запрет Мосгордумы на ношение белых лент. Этого я также не знал. Да, Роман? Да, принятый перед Новым годом, последнее, по-моему, заседание Мосгордумы, сразу в трех чтениях. Там, в общем, были смешные запреты, как вот следует из, так сказать, протокола этого заседания, типа белых лент. А были и совсем не смешные. Там, например, среди прочего, выводится запрет на одиночные пикеты, которые, по мнению компетентных органов, серии одиночных пикетов, которые организует одна группа лиц или один человек. То есть, в принципе, это достаточно серьезный удар по тем людям, которые хотят, не нарушая закона о массовых акциях, провести серию одиночных пикетов. Такое часто возле Следственного комитета, например, бывает возле Госдумы. Если компетентные органы устанавливают, что за организацией стоит одно лицо или группа лиц, объединенные там общественной организацией, то такие акции подпадают под запрет. Ну, а всем особенно запомнилась, конечно, смешная поправка, принятая этим же законом, о, ну, вводящее ограничение на использование белых лент. Ну, вот я не знаю, насколько она смешная, потому что, я признаюсь, я ношу белую ленточку на своем рюкзаке, я езжу в общественном транспорте, но как-то вот я не знаю, что мне теперь. Меня любой милиционер может принять за это, и полиционер, извините, и какая будет формулировка, и как это соотносится с кодексом в административных правонарушениях. В общем, больше вопросов, гораздо больше, чем предложений. И, кстати, из последнего, из такого полуабсурдного, будут проверять пешеходов на трезвость. Одно из последних предложений МВД было, правда, тоже неизвестно, как это с КААПом будет у нас соотноситься, будут не только водители проверять на трезвость, поскольку, ну, имеют право, поскольку они являются средством повышенной общественной опасности, но будут проверять пешеходов на трезвость. А как удобно проверить пешехода, если он оказался на местах проведения митинга? Да, да, да. Вот, чтобы со всем этим разобраться, понять, что стоит за вот этой эпидемией запретов, мы пригласили в гости нашего давнего друга, коллегу, приходящего регулярно в эфир археология Forbes, Александра Рубцова, руководителя Центра исследований идеологических процессов Института философии. Добрый вечер, Александр. Ну, так давайте попробуем определить, знаете, шекспировский вопрос такой, is there a method in the madness, да, если некая логика в этом безумии, потому что очень часто мы говорим об этом взбесившемся принтере, бешеном принтере, но вот все чаще у меня возникает вопрос, а такой, если уж бешеный этот принтер, и к какому, собственно, компьютеру он подключен? Ну, я думаю, что здесь есть и то, и то, потому что, с одной стороны, это явно тенденция организованная, и она находится в русле новейших политических тенденций. Но, с другой стороны, очень правильно здесь употребляется слово эпидемия, потому что такие вещи, они, как правило, идут в разнос, и остановить их потом довольно трудно. Если посмотреть, скажем, на ту же Думу, на депутатский корпус, если они уже вошли в этот режим, то как остановиться? Ну, да, и тут появляются уже действительно вещи типа вот этого Мелановского закона о топоте котов, скрипе кровати в Петербурге и так далее. То есть, вот этот законодательный, законотворческий раш, он уже какой-то самый такой, на самом подзаводе работает. Ну, кроме того, помимо депутатского корпуса, есть же еще такой нормальный обыватель, который тоже же входит в этот режим. Представьте себе, сколько людей, которые вчера были вот никем совершенно, у них не было повода для самоуважения, и вдруг они получают возможность контролировать мораль в обществе через запреты, через санкции, через такой бытовой контроль, ну, типа этих казачьих... Казачьих патрулей. Казачьих патрулей, да. Я не помню, я в прошлый раз говорил, один мой знакомый сказал, что скоро у нас будут казачьи ГИБДД, батальоны, будут проверять наличие иконок на торпедах, без которых особо недействительно. Да-да-да-да. Ну, вы знаете, мы к этому идем, учитывая, что я все чаще слышу от знакомых, видел и в Фейсбуке много свидетелей, что врачи, так сказать, подружески прописывают молитву. Там приходишь к глазному врачу, он говорит, вы знаете, вот бросьте вы эти лекарства, сейчас все равно там бесплатных не получится, вот попробуйте лучше эту молитву и подсовывают листочки. Так что да, и ГИБДД будут проверять наличие иконок, да, ну вот у меня к другу, хозяину и шефу одного гуманитарного издательства пришел человек, который должен был сертифицировать издательство на технику безопасности. Оказалось, что руководитель издательства должен закончить курсы для того, чтобы привести инструктаж среди своих сотрудников. А это 23, по-моему, дня с отрывом от производства. Он понял, что это совершенно невозможно. Он сделал квадратные глаза, ему сказали, нет, ну вы можете за деньги провести вот в такой-то ферме, вот вам телефон, и там все будет нормально. И этот же человек, естественно, получив свои деньги, потом провел инструктаж, он рассказал, что страшная жара, которая была летом. Это не просто так, это американцы установили климатическое оружие. Вот, а потом рассказал, как надо вывешивать иконки. Вот здесь должны быть большие иконы, здесь поменьше, здесь поменьше. Интересно, сколько мы сейчас законов с вами нарушаем. Да, да, да. Пока ни одного, я так думаю. Портрет-портрет руководителя государства не рекомендовалось вешать в этом же инструктаже? Нет, нет. Ну, кстати, да, с точки зрения. Техники безопасности? Оберег. Оберег с Путиным. Да, да, да. Хорошо. А, кстати, да, можно посоветовать особо, так сказать, озабоченным гражданам на торпеду как раз вот как раз там Путин, Медведь, вы скажем, Володин. Потому что на капот. Да, да, триколор на капот. Там, где невеста, да, обычно. Ну, да. А, кстати, был же в свое время анекдот, но это еще, по-моему, при советской власти, что инспектор ГАИ остановил пешехода за превышение скорости, пытался его наказать. И дальше была такая финальная фраза «Видно, голод выгнал серого на тротуар». Ну, да, это к вопросу о том, что будут проверять пешеходов на трезвость тоже, как участников движения. Ну, в общем, да, мы живем в таком Хармсограде или Кавкоштате, что уже ничто не является достаточно абсурдным, достаточно удивительным для нас. Ну, вот, все-таки, пытаясь понять, я, честно говоря, насчитал несколько таких теорий, наши публицисты об этом пишут, вот, и вы, Александр, тоже пишете об этом в своей колонке в Форбсе. Ну, вот, смотрите, пишет Кашин, например. Он писал в OpenSpace, по-моему, что это некая подготовка к будущей либерализации, что власть делает некий задел такого абсурда, и потом, когда некий будущий руководитель, будущий президент, может, придет, так сказать, будет очень легко распускать вот эти вот узлы, и благодарное общество будет это воспринимать как знаки либерализации. Вот такая вот теория у Кашина. Акунин, например, пишет, что это, наоборот, все направлено на белоленточников, на этих самых, на протестующих, потому что все эти законы их отчуждают и показывают обществу, кто есть враг. Вот он, значит, гомосексуалист. Вот он хотел сирот продать за рубеж. Вот он сидит, пьет, курит и матерится в своем Жан-Жаке. То есть вот такая вот теория есть. Вот вам из этих теорий что-то близко? Ну, я думаю, здесь всего понемножку. Есть и своя конспирология вокруг этого, и есть там какая-то своя правда. Но меня-то больше всего интересует какая-то общая тенденция, когда общество начинает просто целиком сваливаться в эту яму. Вот это, конечно, самое опасное. Это-то и есть тоталитаризм. Не когда все запретили, а когда страна начинает с восторгом все это поддерживать и генерировать сама еще. А насколько велик этот восторг? Вот это для меня один из ключевых вопросов. Что, может быть, мы-то тут сидим и иронизируем, а люди-то одобряют вот это все. Вот я тоже вот в Форбсе несколько дней назад написал колонку, и поговорим еще об этом, биополитика власти, о том, что власть как бы берет контроль над человеческими телами. И там люди пишут, а что, собственно, автор возражает? Все правильно, надо, так сказать, бороться с курением, бороться с алкоголизмом, бороться с извращениями, гомосексуализмом, с этими концертами на паперте, на селье. Вот. Собственно, может, это и действительно некий демократический такой запрос на моральность власти? Ну, я думаю, что здесь все упирается, как всегда у нас, в телевизор. Потому что если бы все эти вот вещи интерпретировались с обеих сторон, то был бы один разговор. И люди бы, наверное, иначе бы относились к этим запретам. А когда все это подается достаточно односторонне, то, конечно, возникает такая достаточно основательная поддержка этих вот запретов. От этого никуда не денешься. Ну что ж, о том, насколько легитимны эти запреты, о том, насколько они выстраивают мостик между властью и народом, поговорим с нашим гостем после перерыва. И снова добрый вечер. Программа «Археология». Говорим сегодня совместно с шеф-редактором сайта Forbes.ru Романом Баданином, моим соведущим. Говорим с Александром Рубцовым, руководителем Центра исследований идеологических процессов Института философии Российской Академии Наук. Говорим об эпидемии запретов. В чем смысл запретов? Вот это вот щедринское держать и не пущать. Почему в последние месяцы так, собственно, распоясался вот этот взбесившийся принтер Госдумы? И насколько здесь в нем, в этом он самостоятельный? И насколько он выполняет некую волю Кремля? Александр, ну а если говорить о, вот то, что вы пишете в своей колонке, о микрофизике власти, да, насколько, какие важные месседжи в этом во всем хочет послать Кремль обществу этими всеми законами, всеми законами? Ведь это же не только, так сказать, уменьшить, убрать там алкоголиков с улиц. Это же гораздо более широкая повестка дня, видимо. Конечно. Мне вообще кажется, что здесь уже не так важно, какие конкретно вводятся запреты. Важнее то, что создается атмосфера в стране совершенно определенная. Атмосфера максимального запрета всего, что может быть. И вот это, скорее, действительно ближе относится к микрофизике власти, потому что действует на подкожном уровне, давит на психику и так далее, и так далее. Вот это, мне кажется, такое гораздо более тяжелое, более тяжелые последствия всей этой политики, чем конкретные запреты, которые там вообще непонятно, как будут работать. Ну, если так всерьез говорить, ну, допустим, запрет на употребление нецензурных слов. Вообще-то тогда, если бы закон, мы хотим, чтобы он работал нормально, мы должны издать перечень этих слов запрещенных. Мы должны утвердить его законом или постановлением правительства и опубликовать в российской газете. Да. И тогда российскую газету оштрафовать по этому же закону. Да, действительно, надо... Ну, это действительно невозможно, появится другой выход. Надо утвердить законом или постановлением правительства под законным актом перечень разрешенных слов, выражений и жестов. Ну, а все остальное уже. И все, что не попадает. Да, да, пожалуй, так. Нет, это на самом деле шутки шутками, но это серьезно, потому что, ну, можно себе представить, но есть несколько слов, которые, понятно, да, относятся к разрезу нецензурной брани, да, но хотя закон так не делается, он не строится на очевидном. Но даже если мы признаем, что есть несколько слов, то явно, что этот запрет, поскольку они там и пиканьи, и все остальное там запрещают, то это гораздо более такая объемная по пространству запрета, конструкция. И вот там возникает очень много слов, поражений и так далее, которые-то непонятно, они как-то относятся сюда или не относятся. Ну да, то есть вопрос к правоприменению, к возможности, собственно, все эти новые законы каким-то образом использовать. Ну, в этом смысле все-таки я пытаюсь понять, кто является адресатом. Это общество вообще все как таковое, то есть это не только оппозиция, это все, собственно, общество, которое там попыталось пробудиться в последний год. Я думаю, да. Кстати, на оппозицию это вряд ли действует. Скорее наоборот. Подзуживая. Перед перерывом как раз вот был вопрос, насколько легитимны все вот эти вот действия. Но эти акции, они лишний раз поднимают вопрос о легитимности самого института, который эти законы принимает. Ну вот представьте себе, если бы не было вот этой эпидемии, не было бы этого принтера, хотя он, конечно, не взбесившийся, а он еще, конечно, хорошо организованный. Ну и все бы, наверное, и забыли бы, ну что, ну да, избрали Думу с нарушениями. А ведь каждый новый такой запрет тут же людей возвращает к той ситуации. А кто эти люди? Что это вообще за организация, которая принимает все эти законы? Каждый раз мы возвращаемся туда. Да, да. Я вот все время думаю, вот эти люди, которые нажимают эти кнопки и придумывают эти все легислатуры, у них как-то интересно, руки пристроены, что они сами себе ножи в спину предательски втыкают. Как только все успокоится, опять возникает какой-нибудь особо умный человек и еще что-нибудь придумает. Ну да, то есть вы считаете, что так или иначе, рано или поздно за все эти законы каким-то образом надо будет отвечать и объяснять людям, кто и почему их принял? Конечно. Ну, в целом, насколько вы считаете, возможно, применение, вот даже помимо закона, закона о мате, вот давайте посмотрим, я не знаю, там, антитабачные законы, табак в общественных местах, что еще. Закон, я не знаю, будет, не будет принято об оскорблении религиозных чувств. Закон, вот сейчас пытаются его оспаривать, закон об иностранных агентах, многие некоммерческие организации. То есть не появится ли здесь некого прецедента такого очень как бы вялого исполнения этих законов? То есть создается какая-то огромная болото такое правовое, в котором люди не будут исполнять вот этих вот принятых абсурдных актов. Я думаю, что если бы эти законы вдруг, не дай бог, заработали в полную силу, то мы бы получили социальный взрыв. Эти законы, мне кажется, принимаются для сугубо избирательного употребления. Ну, у них есть и технологическое свойство, как вот говорил один знакомый сотрудник правоохранительных органов, чем больше крючков, тем легче зацепить. Ну, мы все знаем, что по закону о переходе улицы не в том месте, не особенно каких пешеходов в 90-е, в начале 2000-х сажали, но он вполне себе неплохо был применен при акциях лимоновцев, которые переходили через бульварное кольцо и год за годом применялся. Так, в общем-то, ну, и эти законы, ну, не нужно говорить о бесившемся принтере исключительно как о дураках. Они, ну, мы понимаем, что часть технологий в этих законодательных инициативах есть. И их, наверное, вот, возвращаясь к вопросу о версиях того, что происходит, ко второй версии, их, наверное, белоленточникам, ну, или категории граждан, которые можно так называть, стоит бояться. Ну, да, вот я, честно говоря, про белые ленточки я сейчас узнал действительно. Вроде бы, с одной стороны, смешная ерунда, но, как бы, это действительно ограничивает пространство свободы и заставляет задуматься. А в целом, вот я хочу спросить, как вы считаете, сейчас люди стали больше бояться вот с этим вот потоком полуабсурдных, полурепрессивных законов? Страха больше в обществе? Ну, в какой-то части общества, в каких-то сегментах, несомненно, это срабатывает, ну, я бы это назвал не страхом, а, скорее, напряжением. Но это такое напряжение, которое имеет и ответную силу. То есть, может вылиться в какие-то социальные взрывы? Ну, взрывы-то пока рано говорить о взрывах. Но это тоже до поры до времени, потому что пока всё-таки есть подкормленная масса, то это всё может сноситься. Но если, не дай бог, что-то с пенсиями, с зарплатами и ещё с чем-то произойдёт, а это очень легко может случиться, то это, конечно, всё отольётся. Насколько эти законы, вот Роман говорит, чем больше крючков, тем легче зацепить человека, а ещё ведь у нас же закон есть, что чем больше крючков, тем больше возможностей дать взятку, чтобы с этого крючка соскочить. Конечно. Ну, вы знаете, вот я хотел вернуться в советское время и просто для себя зафиксировать, что это вся та же самая технология и идеология взаимоотношения с обществом. Но если взять, например, просто то, как организовано дорожное движение, знаки ограничивающей скорости. Ведь они установлены ещё в советское время, были таким образом, что, ну так никто ездить не может. Если ездить по знакам, то всё, город встанет. И все спокойно смотрят, но в любой момент любому можно выдернуть. То есть создать некую атмосферу всеобщей виновности, чтобы человек постоянно ходил под неким дамокловым мечом и знал, что его всегда можно привлечь. Конечно. Ну, понимаете, вот мы всё-таки имеем дело с такими околополитическими акциями. А ведь система запретов, ну кроме того же самого дорожного движения, она гораздо шире. Ведь у нас почему-то гаишников несчастных сделали вот козлами отпущение, вот они у нас самые главные взяточники. Да вы что? Ничего подобного. Ну, останавливает инспектор ГИБДД, человека, который нарушил. Ну и они просто пополам деньги пилят. Он платит половину и всё. И разошлись. В принципе, ну что? Если нарушил, то... Случаи, когда вообще не было никакого нарушения, они, конечно, есть, когда провоцируют и так далее. Но в массе-то всё-таки это немножко другое. Но кроме дорожного движения есть много ещё чего-всего другого. Ну, если взять то же самое техническое регулирование системы обязательного нормирования, допуска на рынок, государственного контроля и надзора. Ну, тоже лицензирование, о котором вы рассказывали. Конечно. Вот если посмотреть вот на этот массив, ну, это всё покажется просто каким-то таким лёгкой рябью на мощнейшей волне. И вот, кстати, вот это вот поле для деятельности законодателя совершенно неподъёмное. Потому что если бы всерьёз занимались тем, чем нужно, то надо было бы приводить в порядок вот эту вот безумную совершенно нормативную базу, по которой ничего нельзя сделать. Вот любой инспектор придёт в любую организацию и тут же закроет всё, что хочешь. Ну, то есть, да, как я это себе представляю, на общество накинута какая-то вот эти вот путы Гулливера, как лилипуты. То есть, вот это общество лежит, и мы привязаны по рукам, по ногам миллионами этих мелких ниточек. А ведь государство у нас как устроено? У нас же ресурсное государство, рентное государство. И вот эти нитки, они с этой сеткой запретов создают постоянную возможность ренты. Административные ренты, коррупционные ренты, да? И, соответственно, чем больше, тем плотнее эти нити, тем выше рента. Так что, может быть, здесь даже, как и во всём у нас, очень часто даже не политическая цель преследуется, а просто обычная такая вот... Ну, в том числе и это... Микрофизика власти. Ну, очень многие акции, в том числе в сфере технического регулирования, что-то принимается. Я смотрю на это, я вижу просто бизнес-план. Всё, понятно, всё. Понятно, сколько денег, куда пойдёт, и так далее, и так далее. Ну, как вспоминается тоже, мы тут начали советские анекдоты вспоминать, когда там идёт заседание профсоюза работников ГАИ, и там говорят старшему сержанту Семёнову свежесть тяжёлым материальным положением выдать знак 10 километров в час, радар и, так сказать, сроком на два месяца. Так что вот примерно такой же и получается. Ну, это вот, извините, я всё-таки вот эту тему, чтобы не бросить, но было бы очень интересно расследовать экономику всех вот этих вот наших контрольно-надзорных органов и так далее, и так далее. Как всё это устроено, потому что это своя совершенно такая точно организованная гигантская система экономическая. Есть утверждение, что Сергей Магницкий расследовал деятельность контрольно-надзорных органов, в частности, налогов. Да, да. Здесь ещё один вопрос встаёт, когда мы думаем об исполнении этих законов, что, собственно, это одна из тем, которые мы поднимали в наших предыдущих передачах, что важнее, строгость закона или неотвратимость наказания? Потому что, так сказать, ведут ли эти законы к созданию правового государства, правовой инфраструктуры? Насколько неотвратимо последует наказание? Закон-то может быть строг, но к созданию правовой атмосферы он нисколько не приведёт. Как говорит один мой знакомый, ответ на этот вопрос может быть только риторический. Ну да. Конечно же, неотвратимость. Естественно, естественно. Вы знаете, меня больше всего, конечно, в этом во всём интересует, ну, так скажем, популярная легитимность всех этих вещей. Потому что, ну, знаете, в этом году очень много идёт таких параллелей, аллюзий на 1933 год в Германии. Вот недавно, да, отмечалась у нас, ну, не отмечалась, вот такая была годовщина, 80-летие прихода Гитлера к власти. И в нашей передаче мы об этом говорили. Ведь, собственно, немецкий бюргер поддерживал тот порядок, который, так сказать, наводил Гитлер тогда, в 1933 году. Весь этот тордунг, ну, здесь это 20-е годы, разброд, шатание, вся эта веймерская Германия, приходили простые, ясные вещи. Вот. И вот я боюсь, что, может быть, здесь у нас нечто похожее, выстраивается вот эта вот логика народного фронта между властью с её таким морализаторско-запретительным пафосом и населением, которое готово принять вот это вот ограничения такие. Ну, вы знаете, здесь мы как раз попадаем в эту модель, которая называется полицейское государство всеобщего блага. Когда есть полиция, которая во всё вмешивается и всё очень хорошо организует, то общество может существовать каким-то образом вот в этом состоянии. Но тогда надо, чтобы и благо это было. И в том числе, чтобы это благо было распределено тотально, и чтобы поддерживали его тотально. Вот насколько это возможно в стране, пережившей модерн и уже либерализацию, я сильно сомневаюсь. И в результате мы сейчас просто раскалываем страну, потому что вот когда мы говорим о перспективе такого тоталитаризма, он в каких-то сегментах, он возможен. Но явно совершенно есть определенные слои общества, которые никогда на это уже не пойдут. И ты с ними ничего не сделаешь. И не случайно их записывают эти иностранные агенты. Фактически у нас просто переносят государственную границу внутрь страны и выгораживают территорию, в которой вот вы живите. Вы как бы не совсем граждане этой страны. Вот вы... От вас никуда не денешься, но мы вас вот огородим. Насколько вообще эта вещь, устанавливающая нынешний правовой режим и, так скажем, логика такого массового народного фронта, насколько она вообще является фашистской, эта конфигурация? Путин говорит о духовных скрепах, цитирует Ильина, опять же, вот это такая вот наша как бы фашизм, как соборность. И вот эти законы, они вписываются в какую-то, вот если даже сейчас я не говорю, что проводить прямые параллели, да, между путинской Россией и гитлеровской Германией. Но вот именно с точки зрения исследования, вот еще раз сошлюсь, то, что вы говорите микрофизика власти, как организована власть. Нет, конечно, тут есть душок явной такой фашизации, от этого никуда не денешься. Но я бы тут еще вот на что обратил внимание. Ведь когда мы говорим, что страна делится на массу, которая более или менее спокойно относится, или даже поддерживает такого рода процессы, и на тех, кто протестует. То, в общем, можно понять, что за этим тоже стоят два типа экономики, человеческой экономики личной, то, что называется домохозяйствами, вот, и две совершенно разные жизненные стратегии, потому что тех, кто сидит на ренте сырьевой экономики, конечно, это все, может быть, и устраивает, но, а некоторые просто боятся каких-то изменений. Хотя они могут ненавидеть совершенно эту власть. Ну, у меня есть просто знакомые, наверное, крупнейшие компании нефтяные. Так. Вот. Я говорю, ну ты почему голосовал-то? Он говорит, я боюсь. Я все это ненавижу, но я боюсь, потому что у меня это все вот так вот налажено, а не дай бог, что-то сейчас двинется, а у меня семья, у меня дети, обязательства. Он говорит, причем интересно, что человек с прекрасными мозгами и прошлым физик, лауреат престижной премии научный, сейчас он ударился в эту аналитику. Я говорю, ну ты двухходовку-то можешь просчитать хотя бы? Ну, проголосовать против, в воспитательных целях, ну, все равно же победит. Да. Но будет счет чуть поменьше, и тебе же будет лучше. Он говорит, ну, вот, когда я думаю, ну, двухходовка-то простая, а психологически человек, даже будучи аналитиком, он все равно ведет себя весьма странно. Да, действительно, здесь такое складывается некая круговая порука, да, когда вроде все в какой-то степени получают вот эту ренту, и все заинтересованы в такой стабилизации этой ситуации. И вот в этой части эфира, может быть, последний вопрос, который хотелось бы обсудить, насколько это все консолидирует вот эту вот путинскую стабилизацию? Я думаю, что поддерживает какую-то, ну, иллюзию стабильности до какого-то момента, но все это, на самом деле, очень хлипко. Ну, вот я опять возвращаюсь к этой теме телевизора. Вот то, что мы сейчас обсуждаем, вот представьте себе, что какого-нибудь журналиста такого боевого выпустят на Первый канал, и он просто скажет все, что думает. И все. Тут не так много, понимаете, как все это хлипко? На чем все это держится? Несколько забоенных передач, и вы увидите, что будет с рейтингами, увидите, что будет с опросами и так далее. То есть это в таком, как бы, верховой, такая тонкая корочка льда поверх вот этой вот пучины народно-народного сознания. Понятно. Ну что ж, напомним нашим слушателям, что сегодня мы с Романом Баданином, шефер-медактором сайта Forbes.ru и Александром Рубцовым, руководителем Центра исследования идеологических процессов Института философии Российской Академии Наук, обсуждаем причины и, главное, последствия той эпидемии, запретов, запретительных законов, которые охватила наши законодательные органы в течение последних нескольких месяцев. И снова добрый вечер. Программа «Археология». Сегодня вместе с Романом Баданином, шефом-редактором сайта Forbes.ru, обсуждаем причины и последствия эпидемии запретительных законов, которые охватила наши законодательные органы, законодательные власти в течение последних месяцев. Законы об употреблении алкоголя, антитабачные законы, законы против мата, законы 16+, законы о пропаганде гомосексуализма, о гомосексуальности, наверное, да, правильнее говорить, об оскорблении религиозных чувств, законе о топоте котов, скрипе кровати, о белых ленточках, иностранных агентах, НКО, о сиротах, о волонтерах, о чем угодно. В общем, в нашей жизни полностью накинута сетка неких регулирующих предписаний, которые, в общем-то, не было еще год назад, и мы, подобно Гулливеру, связаны по рукам и по ногам. Вот насколько мы связаны, и чем это все грозит для общества и для власти, говорим с нашим гостем Александром Рубцов, руководителем Центра исследований идеологических процессов Института философии. Александр, вот я хотел сейчас пройтись по отдельным запретам, насколько они реальны, нереальны. Ну вот мы уже обсудили мат, табачный запрет. Как вы считаете, в такой курящей, очень жестко курящей стране, как и среди молодежи, так же, как Россия, насколько эти законы будут действенны? Потому что уже активизировалось табачное лобби, да, мы все видим в газетах огромное объявление о защите прав человека, может, они действительно от имени прав человека здесь выступают? Нет, конечно, здесь будет очень большое напряжение. Вот именно потому, что страна курящая и выпивающая, это тоже никуда не денешь. Если бороться с этим, то бороться надо, конечно, не так и начиная не с запретов. Это определенная культура, культура поведения, культура отношения к себе подобным. А где бы, с чего бы вы начали? Да я бы вообще не начинал. Я, слава богу, помню советскую историю, у меня даже в книжке какой-то там была глава, которая называлась «О всемирно-историческом значении кампании по борьбе с пьянством в СССР». Это не шутка. Развал СССР, думаете, никак не связан с этим? Нет, естественно, ну, как бы, пост-хок и проптер-хок. Насколько вы считаете, вот, как бы, в общем списке причин распада Союза, насколько борьба с алкоголизмом ускорила и усугубила этот распад? Ну, я думаю, триггер был очень сильный. Хорошо. И вы считаете, антитабачные законы могут привести к столь же сильной социальной дестабилизации? Ну, не столь же сильной, но, конечно, это напряжение создаёт. Потом, понимаете, ну ведь, почему люди матерятся, курят, пьют? Ну, вот, когда ты живёшь в такой ситуации, когда трудно это пережить, не запив, не перекурив, не выразившись. Ну, это такие традиционные российские вещи, по-моему, они ко всем эпохам и ко всем временам приложены. Роман, а твоё какое отношение к... У меня такое чувство, что, ну, как известно, этот закон применяется одновременно и в экономической части, и в запретительной. То есть, одновременно повышаются цены, что в некоторых странах, которые переживали антитабачную компанию, было разнесено во времени. Сначала экономическая часть, потом запретительная. Так. Здесь всё происходит одномоментно. То есть, в принципе, курящий человек ощутит два удара одновременно. И повышение цены, причём не в ларьке, который у него был в двух минутах, а в большой торговой сети, до которой ехать час. Во-вторых, ограничение на курение. В принципе, как человек, не курящий достаточно долгое время, я к этому ограничению в некоторых его частях отношусь хорошо. Но потенциал некого социального напряжения в этом вижу. В общем, видят его, как я понимаю, и те люди, которые вносили этот законопроект. Потому что, насколько я знаю, в правительстве была большая буча по поводу этого проекта. Именно по поводу этого. Потому что он, в отличие от закона о топоте котов, имеет большую экономическую часть. Там есть и антитабачное лобби, тоже мощное в виде больших торговых сетей. И табачное лобби, и война там шла не на шутку. Ну да, причем, что я думаю, что в самом правительстве людей достаточно много курящих. У нас не Швеция и не Америка в этой части. Так что вот это вот интересно. Так что здесь, Александр, вы как считаете с табачным законом, здесь именно вот эта вот такая логика репрессивного применения закона, несмотря ни на что. То есть послать сигнал всему обществу. Потому что вот здесь-то я вижу, что действительно власть под себя, может быть, какую-то, так сказать, бомбу подкладывает. Ну, вы знаете, есть тут вот этот вот момент демонстрации силы. А нам наплевать. То есть мы продавим, да? Да, мы что захотим, то и сделаем. В принципе, это же и у лидера тоже присутствуют такие интенции, ну, с какими-то странными назначениями и так далее. Ну, вот получите. И вот вы все это съедите. Вот. Но с другой стороны, мне кажется, что это не только или, может быть, даже не столько адресовано обществу, массе и так далее, сколько, может быть, скорее адресовано ближнему окружению. Лучше не связываться, лучше сидеть тихо, потому что настроение тоже разное. То есть это такая дисциплинарная практика, такая некая показательная казнь, показательная репрессивная мера. А антиалкогольные законы, опять-таки, здесь вторжение в святая святых русского духа. Вот здесь что? То же самое? Мне трудно судить. Я вообще не очень понимаю, почему это нужно сейчас было делать. Это, конечно, и сильно подставляет вообще всю эту стратегию запретительную. Потому что, ну, можно народу объяснить, что надо бороться с пропагандой гомосексуализма. Это народу очень легко объяснить. Да. Это, так сказать, в нашей студии будет сложно объяснить. Нет, тем более легко это объяснить, потому что никто не выйдет и не скажет, что я в природе не знаю ни одного человека, который бы стал гомосексуалистом, потому что... Распропагандировали его. Да, посмотрел на демонстрацию, понравился, и вот уже поменял ориентацию. А ведь люди это равно так и думают. А что такое пропаганда гомосексуализма? Ну, это да, это в этом смысле это абсолютно, так сказать, фальшивое в самой своей основе. Да, это та вещь, потому что, я не знаю, пропаганда голубоглазости, там, пропаганда леворукости. Вот, мне кажется, уже достаточно на всех уровнях доказано, что существует ген гомосексуальности, что это определяется еще в зародыши, что человек уже рождается с этой склонностью, с этой предрасположенностью и как бы реализует или не реализует ее, и затем уже репрессируется. Но вот, вы знаете, я сейчас просто думаю, когда мы обзираем вот эти вот запреты, законы, смотрите, гомосексуальность, табак, алкоголь, борьба за здоровье. Ведь мы снова и снова возвращаемся к вот, к этому, к фашистскому некому прообразу. Все то же самое запрещалось в гитлеровской Германии. Вот, она очень успешно боролась и с табаком, и очень успешно боролась за здоровье нации. Так сказать, Леонид Рефеншталь показывал нам красивых, мускулистых людей, которые шли ровным строем. Нам показывали арийскую семью с белокурыми детьми, с правильной формой черепа. Вот, и мне кажется, что это все, помимо очевидных, так сказать, экономических, репрессивных и прочих составляющих, имеет внутри себя некий такой фашистский контур под названием, вот я писал в Форбсе об этом статье, под названием биополитика. То есть политика контроля над человеческим телом. Государство приватизирует наши тела и говорят, тела принадлежат не вам, но нации. Вот, и вот вам не кажется, что здесь какое-то наметилось слияние вот этого русского национализма, русского фашизма даже, если хотите, с другой стороны, вот этой вот, так сказать, пропагандой здоровой России. Прямо, понимаете, как бы я внутренне понимаю, что многое здесь правильно. Действительно, страна спивается, страна фантастически курящая. Вот, действительно нужно, так сказать, хочется иметь чистые улицы, хочется иметь здоровые семьи, хочется, чтобы дети росли не в приютах, а в семьях и так далее. То есть, ну, с другой стороны, когда начинают националисты маршировать и кричать, русский, значит, трезвый, вот, хочется выпить. Да, или хотя бы перекурить. Не, ну вот опять я предлагаю вспомнить советскую власть. Ведь тогда же работала та же самая логика. Человеку могли объяснить, твое тело, это вообще-то собственность государства, это должен следить за своим здоровьем, и мы будем следить за твоим здоровьем. Вот мы ведем повальную диспансеризацию и так далее, и так далее. Но при этом боролись со здоровьем работающих людей, а пенсионеру можно было уже там и списать. Ну да, тело для возвращения, как профилактории, да, для возвращения в процесс производства. Ну да, но сейчас примерно то же самое происходит. Если мы говорим о борьбе со здоровьем нации, давайте начнем с бюджета и посмотрим, сколько денег вкладывают. Ну давайте увеличивать ассигнование на медицину. А ведь это же все сокращается. Ну да, вот это вот удивляет. С образованием то же самое, если вы хотите, чтобы люди не квасили с утра до ночи, значит, надо просто давать сложного человека, культурного и так далее. Но давайте в образование вкладывать деньги, в культуру. То же самое со спортом, мне кажется. Вот сейчас ходила по интернету вот эта вот вещь. Что можно было бы сделать на те, я уж не знаю, сколько там, 50-60 миллиардов долларов, которые пока будет стоить Олимпиада в Сочи. Я думаю, что не удивлюсь, если к следующему февралю там ценник вырастет до 100 миллиардов долларов. Вот что можно было бы сделать? Там по стадиону в каждом городе, по бассейну в каждом городе, по ледовому дворцу в каждом городе и т.д. И т.д. А нам нужны такие большие символические проекты. Ну вот здесь есть такая конспирология, которая вот ровно об этом говорит. Мы сокращаем расходы на образование, давайте будем бороться за культуру, за притом мата. Мы сокращаем расходы на медицину, закрываем поликлиники там и т.д. и т.д. Ну давайте в сфере символического мы будем бороться за здоровье нации. Ну да, за создание здорового и вообще за размножение. А с другой стороны есть и другая конспирология, совсем уже такая простая. Это все провоцирует протест, виск в сети и т.д. и т.д. А в это время принимаются законы о создании открытых акционированных обществ, куда сливается весь национальный ресурс. Ну об этом Оксана Дмитриева сказала. Росфенагентство. Росфенагентство. Да, пока мы тут это самое пускаем пузыри по поводу гомосексуальных законов, антигомосексуальных люди, так сказать, чисто конкретно роман. Не помнишь, сколько там, так сказать, к распилу уготовано? Ну два фонда практически. Да, слиты два фонда. Так что, в общем, все. Ну вы понимаете, как бы этот момент удалось вроде бы отыграть. Теперь думцы, которые в тот день быстро принимали в двух чтениях, по моему воспоминанию, нет, в первом чтении, но быстро, да, они говорят, что в общем да, конечно, правительство тут понаписало, и мы теперь вернем это ОАО в другую форму, так что мы быстро согласуем. Но, в общем, был риск и не заметить. Был риск и не заметить. Ну да, да, это такое тоже и тактическое некое отвлечение. Я вспоминаю еще один анекдот про двух телок, в хорошем смысле слова. Две молоденькие коровки пасутся на лужайке, и одна другая говорит, ты знаешь, мне тут рассказали страшную вещь. Оказывается, нас будут всю жизнь доить, наших детей будут убивать, издирать с них кожу, выпускать на мясо, из кожи делать там какие-то изделия. А другая подруга говорит, ты знаешь, как-то не доверяя всей этой конспирологии. Да-да-да. Хочется как-то, хочется верить в лучшее. Вы знаете, к вопросу, да, о тёлках и о телятах, вот эта вся биополитика, еще ее одна грань очень интересная, а демографическая. Ведь одновременно с запретами, с неким пропагандой здорового образа жизни, одновременно, что очень интересно, власть говорит нам, размножайтесь. И вот это, мне тоже кажется, очень сильно связано с ограничением свободы. Потому что вот это вот проповедь семьи, проповедь, там, не знаю, все эти праздник православные Петра и Февронии, там, воздержание добрачного секса. Ведь, заметьте, я в последнее время в Москве все чаще вижу социальную рекламу на улицах, которая как бы против презервативов. Не случайно? Ведь Путин так, так сказать, презрительно об этих контрацептивах, как он назвал их, контрацептиве, отозвался, когда говорил о белых ленточках. Да, вот висят социальные рекламы. Типа, ты думаешь, что лучшая защита от СПИДа – это презерватив? Нет, лучшая защита от СПИДа – это крепкая семья и спружеская верность. Вот. И вот мне кажется, что здесь еще один такой аспект нашей вот этой новой путинской биополитики в том, что вот вы, давайте, размножайтесь, нужно больше... Вот Путин, послание федеральному собранию, да, так сказать, нормальная русская семья – это три человека. Ты знаешь, Сергей, что мне сказал мой германский коллега в день послания 12-го числа, он, это первое, что он сказал. Ты знаешь, говорит, у нас у немцев стойко на эти слова. В 1938 году Гитлер сказал, что хорошая арийская семья должна иметь три ребенка. Это единственное, что он услышал в послании Путина, которое длилось три с половиной часа. Да. Все. Ну, вы знаете, тут, мне кажется, есть еще и проблема идеологического вагома. Власть не может не говорить с обществом. Она должна все время что-то такое произносить. Она должна к чему-то призывать, какие-то стратегические планы выстраивать. Ну, должен быть как-то диск... Это место пусто не должно быть. А сейчас уже все прежние разговоры дискредитированы, потому что, если мы вспомним, где-то там года два-три назад, особенно перед тем, как отдать на временное хранение президентское кресло, ведь тогда же писались стратегии, и тогда власть нормально людям рассказывала, что у нас нефтяная игла, надо с нее сниматься. Путин на расширенном заседании госсовета сказал, что если мы не решим эту проблему, мы поставим под вопрос само существование страны. Сделал паузу, сказал, говорю это без всякого преувеличения. Этот зал должен был сказать, так, Владимир Владимирович, секундочку, с этого момента поподробнее, никто даже внимания не обратил. Но эти слова были сказаны, и тогда было действительно о чем поговорить. И понятно, что к этим словам можно было относиться весьма скептически, но тем не менее, какая-то стратегия была более-менее внятная. Ведь сейчас ничего этого сказать нельзя. Я помню в свое время Путин сказал, в наши планы не входит передача страны в руки некомпетентной, коррумпированной бюрократии. Представьте, он сейчас выйдет и это скажет. Все, это уже, мы просто закрыли очень много линий идеологических, и остается пустота. Ну, а что? Ее заполняют такими. Тогда, да, тогда плодится, а зачем плодиться-то? Ну, я вижу это. Это экономике совершенно не нужно. Нет, ну, экономике не нужно, но я вижу логику опять-таки вот этого народного ресентимента такого, вот, веймарского ресентимента народных чувств. У меня, например, тоже вот, да, к вопросу, там, русский, значит, трезвый. В парке, где гуляют, там, такие патриотично обеспокоенные ребята, наверное, юноши крупно написали, россияне, и в конце, россияне вымирают. То есть, понимаете, вот как молодежь такой, вот это действительно беспокоит. Россияне вымирают, да, надо, надо больше рожать детей. Китайцы захватят наш Дальний Восток. Мы нарожаем больше русских, мы их посадим на Дальний Восток, они будут занимать наши деревни. Вот, Россия великая держава, Россию должны уважать. А что нужно, чтобы уважали? Чтобы была армия, а что нужно для армии? Чтобы молодые, значит, крепкие ребята. Вот, соответственно, вот эта вот как бы идеология репродукции и воспроизводства генофонда нации, она, мне кажется, из такого фашистского и националистического дискурса перекочевывает в дискурс власти, который говорит нам, да, три человека на семью, да, не надо вам никакого святого Валентина, вот вам Пётр и Феврония. Вот, не надо вам никаких презервативов, вот вам крепкая семья. Нет, ну, если вы хотите, чтобы действительно люди плодились и размножались, надо всерьёз этим заниматься. Надо действительно принять закон о том, что в городах и населённых пунктах, там, в 22-30 вырубается электричество просто, пиздец. Ну, будет реальный эффект. А это всё, ну, я-то думаю, что здесь действительно больше риторики, потому что вот этот призыв, ну, а кто с этим может спорить? Ну, да, ну, давайте плодиться и размножаться. Но разговоры про армию и оборону, они уже, это смысл полностью, это какая же война, как мы себе представляем современную войну, если нужно много молодых, здоровых парней, и что это нужно для обороноспособности, это основано на совершенно архаических представлениях о том, как ведётся современная война. А массовая индустриальная армия ещё, да, с 19-го, в 16-х веках. Ну, таковых атаках, да. Ну, конечно, да. Да, да. В чём действительно, да, что интересно, ведётся разговор не о качестве жизни, не о повышении качества населения, о том, что, так сказать, люди должны больше рожать детей, потому что поднимается уровень жизни. А именно здесь о количестве, о количественных критериях, то есть, опять-таки, та же самая биополитика, люди как ресурс. Вот Россия богата нефтью, и вот истощение демографического потенциала России видится как истощение нефтяных полей. Давайте новые месторождения, да, вот давайте, так сказать, новых детей нарожаем. Ну, вот очень правильно здесь прозвучало это слово ресурс. Это вот ресурсная сырьевая экономика с архетипами, идущими ещё от пеньки, леса, льна, воска, кстати. Да. Обычно, говорят, лён пенька, воск, вот был предмет экспорта, очень сильный. Свечей нужно было много, а у нас с этим было хорошо. Ну да, и соболя. Ну, соболя это так, для красоты. Кстати, нет, соболя, вот я слышал, что соболя вообще в стоимостном выражении один из крупнейших видов экспорта, сопоставимый с нынешней нефтью. По экономике, наверное, да. По экономике соболей, собственно, всё расширение России, и тут есть очень интересные такие политэкономические теории. Вот это вот казаки шли туда, на восток, на восток, выбивали соболя и шли дальше. Там выбивали соболя, выбивали белку. И вот эта вот территориальная экспансия России, она, собственно, обеспечивалась этой потребностями европейского рынка. Ну да, так что, в общем, получается, здесь некая такая конструкция в целом выстраивается гораздо больше, чем просто, да, создание репрессивного контура и такого сильного месседжа людям. То есть, видимо, власть на уровне каких-то архетипов, да, представляет такое более здоровое, цельное сообщество, которое не пьёт, не курит, которое не ходит на митинги, которое верит в Бога. Ну, как там, да, про казаков говорили. Казак должен верить в Бога, там, сказать, сражаться, биться за царя, любить жену и пахать землю. Вот такое, так сказать, сообщество этих самых. Не, но если надо каким-то образом организовать так называемое моральное большинство, то для этого нужны какие-то символы. Вот они и придумывают. И телевизор. И телевизор, да. Ну да, и телевизор. Хорошо, ну и какой же из этого, так сказать, уже в остающиеся минуты нашей передачи, какой же из всего этого выход? Какой вы видите здесь перспективу? Мы будем жить под вот этой вот сеткой наброшенных на нас безумных, абсурдных законов? Ой, жить-то мы какое-то время будем, но дело не в этом. Понимаете, страна, которая опутана всеми этими запретами и психологически подавлена, она исторически уже ни на что не способна. Я не случайно приводил слова Путина про то, что мы встаем по вопросу о самом существовании страны. Представляете, какая задача? Нужно сменить модель развития до того, как рухнет сырьевая экономика. А как это можно сделать, когда инерция тянет ровно к тому, чтобы ничего не делать? Это историческая задача, но немыслимая совершенно. Это больше, чем построить плановую экономику или на ее руинах воссоздать какое-то подобие цивилизованного рынка. Это задачка куда-то труднее. И надо идти против шерсти, надо идти против тренда, надо каким-то образом ломать ситуацию. А как ее можно ломать, когда людям в голову осиновый кол вбивают? У нас Джобс сказал, у него лозунг был какой-то. Думай иначе. Это и есть инакомыслие. Ну, собственно, это тема еще для отдельного разговора. Насколько в такой атмосфере могут родиться инновации, насколько такая страна может привлечь инвестиции и т.д. Я не случайно в этом тексте вспомнил закон Осколкова. Ведь там на самом деле все прекрасно понимают. Если вы возьмете этот закон и увидите, там практически отменена система технического регулирования, действующая в стране. Тем самым люди расписались, что они все прекрасно понимают. Они знают, что сделать ничего нельзя вот в этой системе. Ну, вот локально здесь отменим. Для своих? Для своих, но даже если возникнет какая-то инновация в этом заповеднике, то как она будет потом жить в экономике, которая существует все равно по общим правилам? Ну да, что говорит еще раз о том, что цель Осколкова не является достижение экономического эффекта в широком смысле. А мне, знаете, в этой связи вспомнился Франко, который говорил друзьям все, врагам закон. Вот это вот тоже, по-моему, наше государство так живет, создавая себе некие зоны беззакония, одной из примеров которых, скажем, являются мигалки. А для всех остальных давая очень жесткую нормативную рамку. Ну что ж, время нашего эфира, к сожалению, подошло в концу. Я благодарю нашего гостя Александра Рубцова, руководитель Центра исследований идеологических процессов Института философии Российской Академии Наук. И хочу еще раз напомнить то, что он нам здесь сказал. Историческая аналогия с 85-м, 89-м, 91-м годом. Борьба Горбачева с пьянством. Сухой закон. В большой степени способствовал социальной дестабилизации и в итоге распаду Советского Союза. Мне кажется, это те исторические уроки, которые надо вспомнить нынешним нашим депутатам и правителям, которые принимают один за другим законы, абсурдные и невыполнимые в своей запретительной части. Это была программа «Археология». Мой соведущий сегодня был шеф-редактор сайта Forbes.ru Роман Баданин. Я Сергей Медведев. Доброй ночи и удачи.